И всем привет друзьям и пацанам ютуба у микрофона Максимус И сегодня мы обсудим с вами все секреты и все находки связанные с хардкор режимом Третьей главы такой игры как Кейс 2 Аниматроникс Сервайвл Сегодня я записываю этот ролик со своим товарищем и коллегой по теориям Фрожексом Всем здорово, с вами был прежний ваш Фрожекс Поехали! Итак, сегодня мы продолжим с вами обсуждать третий эпизод Кейс 2 Аниматроникс Сервайвл А именно мы поговорим о хардкор режиме Как мы все знаем, хардкор режим является более сложным Но там нам предоставляется гораздо больше секретов и интересных пасхалов, связанных с сюжетом И пока что было найдено лишь одно отличие, которое говорит о том, что нас точно ждет продолжение истории Джека После того, как вы зайдете в лифт, чтобы подняться к локации леса и нажмете кнопку То позади вас появится волк, который будет смотреть на вас, пока дверь закрывается После этого мы поднимаемся наверх, проходим к выходу и нас застрелим Но то, что возле лифта волк, уже говорит нам о том, что он следит за нами Это также доказывает скример, который мы видели при прохождении первой локации А также официальная карточка в стиме, который носит название Он позаботится о тебе Можно также отметить, что теперь в режиме мультиплеера на локации леса У нас отсутствует труп Джека, который изначально там присутствовал И кажется, что на этом наши находки подошли к концу, но... нет Давайте вернемся к карточкам в стиме, которые мы получаем во время игры в Кейс 2 Если внимательно посмотреть карточки, то среди них мы можем увидеть аниматроников, а также и карточку с рисунком доски Среди них можно перечислить такие карточки, как Нитрос, Эмма, Кэстроу, Волка, который подписан как «Он позаботится о тебе» И та самая карточка с рисунком, которая подписана «Это не твоя семья» И тут нам пришла в голову такая задумка Во время игрового процесса мы узнаем, что эпикурейский хлорид это наркотик Благодаря которому человеку можно внушить все, что угодно Им можно внушить то, где они находятся и что они должны делать А если это так, то им кажется, что можно внушить совсем другую личность, которой они не являются И суть нашей теории такова Возможно, наш главный герой в второй части Кейса Аниматроникс, а именно Джек Бишоп, может быть вовсе и не человеком Недавно я рассказывал вам одну интересную теорию про сюжет Кейса 2 В котором шло повествование про эксперименты и создание неубиваемых людей Да, наша рассказываемая догадка напрямую относится ко всему этому Так вот, если вы не смотрели тот ролик, то вот вам подсказка сверху Нажимайте и смотрите, а я продолжу свою мысль Итак, как вы помните, я говорил, что проект, созданный Скоттом, поддерживался генералом И на протяжении всего третьего эпизода мы слышали коллегу Скотта Который раскрывал нам частично сюжет Ну так вот, учитывая карточку «это не твоя семья» и слова коллеги про эпикурейский хлорид Мы пришли к выводу, что возможно Джека Бишопа никогда и не существовало Возможно, что всеми знакомы первый и второй эпизод Это лишь иллюзия и на самом деле ничего этого не происходило Если также учесть, что в локации полицейского участка в третьем эпизоде Мы наблюдаем старых аниматроников Волка и Кота Можно сразу понять, что это полноценная копия того, что было во время первой части игры Или же на самом деле Джон и есть Джек Так, стоп, давайте не будем забегать вперед Об этом мы с вами поговорим немного позже А именно сейчас у нас лишь одна действующая теория Джека застрелили в голову И это понятно стопроцентно из-за дыры в черепе Которую мы наблюдаем на модельке во время мультиплеера на старой локации леса А также если учитывать, что разработчики вдохновили сирену ФНАФ ее книгами То догадка про зомби Джека становится более правдоподобной Но с какой целью нужно менять полностью личность человека под действием пикурейского хлорида? Может это некая пытка для того, чтобы выровнять психику человека? Возможно ли этого есть свой отдельный замысел Скотта? А возможно, если мельком представить, что Джек это Джон То, может ему нужны были ответы? Пока что это лишь догадки и нам нужно дальше искать ответы Под конец могу лишь упомянуть, что при получении всех карт И открытии значка в стиме для Кейс 2 Мы получаем значок овечки Доли с надписью Судья Эту овечку мы также слышали, когда перемещались по вентиляции Но какую роль она играет в игре и почему именно Судья? Может ли это означать, что действия аниматроников на самом деле Несут характер некой справедливости по отношению к людям? Если так, то Джек может быть не чист на руку И если учесть вероятность полной смены личности из-за эпикурейского хлорида То мы получаем совершенно иную догадку Связанную с более темным прошлым персонажем Которого мы называем Джеком Пока что точно границы наших догадок нет Но то, что разработчики добавили карточки Дало нам еще большее пространство для вселенной этой игры И пока что мы будем ждать новых новостей И новых находок в третьем эпизоде Кейс 2 Аниматроник Сурвайл Спасибо, что посмотрели ролик С вас лайк, подписка на этот канал И на мой Ссылка на него в описании Там иди в ролики по Бенди, Дарг Десепшн И много-много интересного Обязательно гляньте! А также не забывайте нажимать на колокольчик И смотреть описание с ссылками На меня в соцсетях И на плейлисты с теориями по другим хоррор-играм Думаю, вам они понравятся Ну что ж, на этом ролик подошел к концу Всем хорошего настроения Всем бай-бай Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok